Добрый день, уважаемые дамы и господа! Привет, друзья! С точки зрения выхода важных новостей статистики отмечаем, как эти новости и статистика повлияли на наши основные инструменты. Также рассматриваем текущий торговый день, отмечаем главный и важный новостной фон, ищем возможности для входа в сделки, рассматриваем точки входа и цели по нашим операциям. Плюс мониторим уже текущее состояние рынка и открыты наши позиции по инструментам. Что касаемо дневного обзора, то есть мы уже смотрим европейскую сессию, влияние европейских событий, новостей, статистики на наши инструменты. Также рассматриваем возможности для входа в позиции, если у нас условия выполняются, которые мы намечаем на утрешних обзорах, мы уже по нашим условиям стараемся открыть позиции, расставить цели и приоритеты. Ну и также на текущий момент уже мониторим рынок и наши позиции. Так, ну что, вижу, народ у нас постепенно подключается. Так, комментарии положительные, возражений нету. Отлично, давай тогда начнем. Евро-доллар смотрим. Сегодня у нас также практически никаких сильных движений, никаких сильных изменений у нас не происходило. По-прежнему двигаемся в узком диапазоне, да, по-прежнему разнонаправленные движения у нас происходят. И находимся вблизи важной зоны поддержки 16, 1, 16, 20, 23 зона. При этом, конечно, есть еще у нас небольшой потенциал роста. Есть у нас верхняя граница, зона сопротивления достаточно неплохая, откуда мы ожидаем, собственно, разворота и мощную коррекцию. Потому что евро у нас уже достаточно неплохо, да, укрепился, вырос и практически такие уже, получается, июль месяц, весь полностью, весь июль, да, такое бескоррекционное мощное движение, мощный рост. Как раз европейской валюты. Поэтому сейчас, пока мы видим, вот происходит такая вот зона у нас в течение двух-трех дней. Это зона, зона борьбы, где уже видно, что с каждым буквально днем, да, то есть покупателям все сложнее и сложнее становится, да, в плане обновления максимумов новых, да, то есть и, ну, в общем-то, продвижение евро. Да, цены наверх, вот, и, конечно же, это говорит о том, что, во-первых, ну, как минимум происходит фиксация прибыли, да, то есть уже самими покупателями, которые закрывают лонговые позиции, с учетом этого, да, происходит те же зоны. Коррекция, отклонение, ну, и так повседневное, скажем, движение, короткие позиции, которые открываются, да, внутренние позиции тоже дают, там, внутренний свой результат, в общем-то. Что касаемо наших условий, да, мы с вами ждем, ждем еще, да, небольшого роста, у нас есть покупки, покупки, конечно, более актуальны в связи с тем, что у нас основные движения, конечно же, и тренд основной у нас восходящий. Ну, а также и в скором времени ждем уже, ждем коррекции и такой, скажем, более сильной, мощной коррекции для того, чтобы заработать. И продажи у нас с вами актуальны, будет уже после пробития важной зоны поддержки 1.16.23, закрепление ниже данной зоны будет для нас означать как раз-таки условия, да, и, ну, возможностью зайти в сел, плюс сразу же, да, то есть у нас после словой позиции мы с вами намечаем первоначальную цель, у нас будет с вами это 1.15, важная зона, также очередная поддержка. Которая ожидает, да, и такой, скажем, тоже достаточно мощный уровень, ступенька, которая, если цена проходит, да, то, соответственно, будет достаточно мощное снижение, то есть, ну, и падение, да, скажем, уже к более, ну, скажем, низким таким уровням, да, то есть и более глубокое движение. Здесь уже у нас там и 1.13, собственно, будет с вами, и 1.12 по, уже если по дневке смотреть, да, то есть более глубокая такая коррекция 1.13, 1.12. И мы с вами, мы с вами, конечно, ну, держим, скажем так, руки на пульсе, ждем, ждем этой коррекции, коррекция она в любом случае будет, без этого никуда, никак. Так, ну, и очень важный момент, недавно мы вышли из такого многолетнего диапазона, в котором евро у нас находился, и как раз-таки у нас был такой диапазон, 1.15 верхней границы, мы из этого диапазона успешно вышли, и еще даже пробили важную зону, следующую сопротивление, которое у нас было до этого, зона 1.16.23, как раз-таки была пройдена. Вот на текущий момент, конечно же, после такого сильного взлета, который был с начала года практически, да, там даже, можно сказать, с конца 16-го года, с декабря месяца, вторая половина месяца, и вот по текущий момент евро. Сейчас ждем, собственно, этап, следующий этап, ну, следующий этап уже как раз-таки полноценное снижение, здесь уже больше будет зависеть именно от определенных факторов, ну, прежде всего, конечно же, от американского доллара и от, как раз-таки, тяги инвесторов к рисковым активам, если она появится, но, прежде всего, здесь должна быть уверенность. С точки зрения экономического развития, да, политики пока не внушает доверия, да, и сама администрация, собственно, не внушает доверия участников рынка, поэтому в течение сегодняшнего, да, по сегодняшний момент, в течение года у нас происходит недоверие, ослабление, собственно, такое крупномасштабное ослабление американского доллара, вот. Но это идет, в принципе, на пользу на самом деле, почему? Потому что, как правило, после такого масштабного ослабления, да, у нас будет очень хороший рост, да, рост уже самой валюты, ну, и плюс, конечно же, факторы, да, то есть, которые, ну, скажем, помогают уже и нам определить, да, что ожидать, и, собственно, сами участники, крупные участники, инвесторы этого ждут, регуляторы, да, различные, то есть, центральные банки, в том числе ФРС, которые завтра, кстати говоря, выступают, не забывайте, да, сегодня мы тоже затронули эту тему, вот, что ожидать, чего не ожидать, поэтому будем, будем смотреть, те, кто не был с утра на обзоре, можете посмотреть повтор на ютубе, каждый день выкладываю, прям с самого раннего утра выкладываю свои обзоры, можете посмотреть запись, вот, и, ну, опять же, те, кому интересно, да, что завтра ожидать, поэтому сейчас, пока на текущий момент, да, у нас евро находится на достаточно сильных позициях, но эти позиции, я думаю, что в скором времени, да, нужно ожидать ослабления, пока на текущий момент это все, знаете, евро у нас растет именно на ожиданиях, потому что есть комментарии, да, там, те же крупных политиков, того же главы ЕЦБ, да, который дает хороший комментарий, который поддерживает евро своими словами, да, недавно как раз вот мы в очередной раз услышали о том, что европейская сторона банк будет сокращать программу покупки активов, да, облигаций, потихоньку сворачивать, да, это, конечно, позитивный эффект, и вот со временем, да, складывается такая картина, и все это, все это на ожидании, пока фактов мы не видим в любом случае, конечно, то есть, и, как правило, ну, часто это бывает, что у нас ожидания могут разниться с фактами, если все-таки, да, по факту мы этого не увидим, это будет большое разочарование рынка, и мы увидим сразу же реакцию, реакция будет даже более сильной, чем ожидание, да, потому что ожидание, то есть, со временем у нас что-то добавляется новое, да, и там евро потихоньку-потихоньку растет, это все со временем, да, а падение может быть еще более сильным и более быстрым, скажем так, да, и плюс еще, если американский доллар тот же, да, будет у нас укрепляться, и, соответственно, крупные политики сделают все для того, чтобы укрепить американскую валюту, в том числе и регулятор, да, это ФРС, то в этом случае, ну, мы увидим очень хороший тренд уже противоположный, вот таким образом. так, так, скажите, пожалуйста, экономическое календарь, какие названия новости присутствуют, буква Р, что это значит, ну, смотря, если, если наш календарь взять, давайте посмотрим, сейчас секундочку, давайте посмотрим наш календарь. Я, честно говоря, даже не помню, вот обозначение, а как бы в основном те обозначения, которые здесь есть, да, то есть они все, ну, как бы я все знаю, понятны, что касаемо R, ну, вот, честно говоря, не обращал внимания, может быть, она, может быть, и есть, да, где-то этот символ в каких-то, но вот я посмотрел за неделю, я не вижу, где оно может быть для того, чтобы сориентироваться. А, ну, вот вы имеете в виду, да, про это. Так, здесь у нас что, ну, это опять, а, уровень безработицы, Q1, Сингапур. Так, ну, тут даже, 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 честно не могу ничего сказать по этому поводу. Предварительный выпуск показывает, типа, какое-то предварительные данные, значения, ну, как бы, обычно пишут предварительные значения, да, те же данные, там, по ВВП, которые будут выходить. Ну, вот, да, получается, предварительный выпуск, это и есть обозначение. Они, как правило, тут сноски различные есть, можно смотреть, просто навести мышкой. Так, ну, ладно, как бы, это у нас уже так, мы маленько отклонились. Значит, А, ну, вот, кстати говоря, тут подсказывают, пересмотрено, пересмотрено значение. Ну, да, вот, и это, кстати говоря, да, это правильно, я тоже к этому склоняюсь. Владимир, спасибо за подсказку. Пересмотренные значения с обозначением. С обозначением бывает такое, конечно. Вот, но, опять же, не везде, не во всех календарях у нас, да, есть такое. Вот, на том же там FX Steam календаре, который я смотрю тоже достаточно часто, там, как правило, нету такого. Ну, там, собственно, свои другие обозначения. Ладно, давайте дальше. Тут мы с вами заострили, внимание, большое внимание уделили евро, да, то есть в любом случае у нас есть, в связи с тем, технического анализа, да, мы условия именно по продажам, мы ждем пробития закрепления ниже границы 1.16.23. В этом случае уже мы рассматриваем эти продажи, и цели ближайшие здесь есть 1.15. И если уже 1.15 будет пробито, ну, тогда уже тут будет больше свободы именно для продавцов в плане дальнейшего снижения, ну, и у нас с вами тоже будет больше целей и, собственно, продаж. Что касаемо британского фунта, да, то есть британский фунт у нас движется, также растет относительно доллара, но таких однонаправленных движений у нас нету все-таки, да, здесь присутствуют очень хорошие зоны коррекции, там коррекции могут составлять у нас и 100 и 200 пунктов, в принципе, мы это видели ранее, но при этом общий рост он виден, да, все-таки позитив со стороны инвесторов он есть, он более сдержанный, да, почему? Потому что есть сдерживающие факторы, прежде всего Brexit, да, и условия пока особо негатива нету, то есть оценка рынка, да, достаточно позитивная, несмотря на то, что появляются там определенные сообщения от крупных политиков, да, но, причем эти сообщения один, собственно, комментирует ситуацию в том, что, собственно, не могут договориться, да, там по определенным моментам в плане именно выхода, да, условий выхода Британии. Собственно, другой политик крупный, тоже со стороны Британии, да, пишет, да, и, собственно, пишет комментарий его о том, что, в принципе, общее соприкосновение точки, да, там, они со временем находятся, да, то есть и, в принципе, мы можем договориться, да, и все это будет благоприятно для Британии, для экономики, ну, и, соответственно, для валюты. Вот такой момент, вот, пока не особо сейчас понятно, и оценки пока рисков, да, такой реальной оценки рисков пока нету, потому что, ну, это все достаточно пока расплывчато на самом деле, все это будет, мы прекрасно знаем сроки, там, в течение двух лет, да, сроки выхода Британии, и только-только вот буквально у нас стартовал, да, Brexit с марта месяца, в конце марта, да, официально, поэтому, получается, только в 17-19 году, да, в марте, то есть уже фактически мы все это уже узнаем, увидим, результаты будут налицо, собственно, да, и, конечно, рынок реакции тоже мы увидим в любом случае, но помимо этого, конечно же, Brexit, понятно, что он влияет, условия, но еще есть и, конечно же, экономическое развитие, да, есть, собственно, центральный банк, да, есть денежно-кредитная политика банка, собственно, и, конечно, в основном это все добавляет только позитива, собственно, инфляция, да, та же, которая уже достигла своих оптимальных значений в Британии, и даже, более того, было выше средних оптимальных значений, да, то, что, опять же, ну, скажем так, делает только плюс, да, эффективности программы, которая есть у Центрального банка Англии, да, в отличие, там, того же Центрального банка Японии, где программа, там, стимулирование инфляции, да, там, экономики абсолютно, ну, неэффективная, вот, и это подтверждается просто со временем, здесь уже, ну, это все гораздо эффективнее смотрится, да, и, более того, это дает возможность со временем уже задуматься крупным политикам, представителям Центрального банка о сокращении, да, данной программы, программы скупки активов, сворачивания и постепенно ужесточение денежно-кредитной политики и повышение процентной ставки, что уже, в свою очередь, вызывает интерес, да, со стороны крупных участников, инвесторов, это мы тоже все прекрасно знаем, поэтому на сегодняшний день, да, в связи с такими вот позитивными, в том числе, комментариями, с заявлениями со временем, да, у нас вот в этом году, в том числе, ну, и, конечно же, куда же без доллара, да, ослабление доллара тоже влияет, тренд у нас есть, да, то есть, соответственно, направление у нас известно движение, да, и здесь мы уже рассматриваем покупки актуальны, мы с вами покупки в начале недели открыли, покупки открыты, и, конечно, открыли покупки немного поздновато, почему, что это нужно было сделать еще на той неделе, в пятницу, но там я просто не смог, не было меня рядом с компьютером, с интернетом, поэтому зашел уже в понедельник, собственно, ну и, конечно же, хороший заход как раз-таки по формированию, да, у нас было очередное формирование очередного минимума, закончилась коррекция, сейчас, собственно, мы идем по тренду, ну и цели у нас первоначальная, ждем 37,6, да, и далее, конечно, зона 1,31,18, ждем повторения предыдущего максимума, собственно, рост, вот, ну и сегодня пока видим флетовую ситуацию абсолютно, потому что рынок в ожидании, завтра у нас выходят важные данные по индексу инфляции, по-моему, в Британии, среда, насколько я помню, и плюс, конечно же, заседание, двухдневное заседание, сегодня оно стартует, завтра итоги ФРС, вот, отсюда уже будет, я думаю, больше свободы все-таки, больше движения, поэтому ждем завтрашнего дня. Далее, что касаемо франка швейцарского, мы видим, что коррекция продолжается, франк у нас постепенно, постепенно восстанавливает, да, то есть доллар-франк, восстанавливается, собственно, такого падения, и здесь мы видим, что есть важная зона, да, рядом с которой мы находимся, 0,9445, важная поддержка, у нас есть с вами условия, прежде всего мы рассматриваем покупки, да, после такого очень хорошего движения, укрепления швейцарской валюты, и прежде всего это благодаря тому, что швейцарский франк имеет статус, да, валюты убежища на текущий момент, которые актуальны, и все валюты убежища достаточно неплохо укрепились в свое время, поэтому для того, чтобы нам была возможность рассматривать хорошие покупки, попарить доллар-франк, мы будем рассматривать пробитие зоны 0,9550, закрепление выше данной границы, плюс эта же зона является также сильной границей, ранее она являлась сильной границей зоны, зона поддержки, но там как раз-таки благодаря событиям, которые были, да, там ранее, в том числе на прошлой неделе этот уровень был успешно пройден, вот, сейчас ждем восстановления, и самое главное, то есть происходит фиксация, конечно же, позиций, закрывает позиции, и приводит это все к коррекции, да, то есть от нашего такого основного движения, ну и как я уже сказал, ждем пробития для того, чтобы уже было понимание, то что ситуация меняется все-таки, да, и идет уже больше преобладание именно покупок, покупатели объемы растут, тем самым у нас будет возможность также подключиться к покупателям, и тоже стать уже покупателем, что касаемо японской иены, видим, что японская иена уже постепенно-постепенно подходит к нашей зоне, откуда мы рассматриваем, будем рассматривать покупки, да, это зона 111.62, ждем пробития, закрепления выше данной границы для того, чтобы рассмотреть покупки, сейчас пока у нас, что, формируется процесс, идет процесс формирования, как раз-таки вот сегодня у нас, скорее всего, да, будем ждать формирования дневной белой свечи, и уже завтрашний день, да, такой актуальный день будет, после чего мы уже будем принимать решения по покупкам, здесь у нас ближайшая зона цель сразу же появляется, зона 112.06 для краткосрочников, актуальная цель будет 112.30, также, и конечная зона 112.69, и далее уже покупки, которые можно делать закрытыми глазами, как я всегда говорю, да, то есть после пробития зоны 112.69, спокойно мы дальше летим уже наверх, и стремимся к предыдущей среднесрочной вершине, плюс цель конечная у нас, это среднесрочная цель, 114.76, собственно, вот, я в свою очередь, конечно же, жду, жду очередной покупки, но уже жду пробития 101.62, вот, в первой попытке, собственно, мне буквально 10 пунктов не хватило до моего тейка, потому что сделка у меня уже скоро будет как месяц, буквально еще неделя, и месяц будет ровно, поэтому ждем, будем добавляться, собственно, и далее ловить прибыль по доллар-иене, вот, ну и завтра посмотрим за реакцией, в принципе, доллар-иена и сама иена достаточно неплохо реагируют на все важные события, происходящие в Америке, то есть это тоже все прекрасно знаем. Далее, что касаемо канадца, канадец во флете продолжает двигаться, тестируем важную поддержку, 1.25, находимся около этой зоны, и тоже ждем, конечно же, ждем разворота, ждем разворота, формирование среднесрочного минимума очередного. Канадец у нас достаточно неплохо укрепляется, очень хорошее бескоррекционное движение, то есть благодаря, опять же, и политикам, да, и Центральному банку Канады, который поддерживает на текущий момент курс своими комментариями важными, да, и прогнозами, повышением прогнозов, и благодаря, конечно, определенному темпу, да, макроэкономических индикаторов, росту темпа и, собственно, росту экономики. И это все происходит на текущий момент, мы это видим, но, опять же, сейчас действительно, то есть канадский доллар подошел к важной зоне, откуда мы будем ожидать разворота, и, собственно, в подтверждении также можно посмотреть на истории по графику. У нас тот же, там, 16-й год, вот начало года как раз-таки была ситуация, когда тоже очень неплохое было бескоррекционное падение пары, да, очень хороший рост канадца, и потом постепенно, собственно, мы пошли уже, пошли на рост, на укрепление. Сейчас ситуация, в принципе, аналогично складывается, единственный момент, что, конечно, здесь трендовые движения, да, поболее, и все-таки динамика, да, здесь мы полгода, да, идет укрепление практически, практически полгода, там, с полгода какого, а, даже нет, нет, конечно, это получается с мая месяца, с мая месяца укрепление, здесь сколько, ну, да, квартал получается. Квартал, вот идет укрепление, здесь у нас получается с января, да, с января, ну, тоже квартал, с января по апрель, вот, такой момент. Поэтому ждем, конечно же, условия по покупкам у нас с вами есть, определены, ждем пробития зоны 1,2687, формирование полноценного среднесрочного минимума, и отсюда уже будем рассматривать. Ближайшая цель у нас 27,79 по нашим покупкам. Так, далее, австралиец. Австралиец у нас, пока здесь определена у нас зона борьбы, да, между покупателем и продавцами, и видно уже, что покупателям уже сложнее двигаться дальше, да, то есть уже задумываются очень сильно, а стоит ли дальше покупать, да, то есть, ну, и плюс идет сейчас переоценка ситуации, да, переоценка курса валюты, да, по отношению к тем же валютам-партнерам, к резервным валютам, да, к доллару в том числе. И это, конечно, негативная ситуация в дальнейшем для экономики, и снижает прибыль от экспорта, и сам экспорт снижает, да, то есть, и уже как раз-таки завтра мы увидим по новозеландскому доллару, в Новой Зеландии будет статистика по торговому балансу, экспорт-импорт, мы, скорее всего, увидим снижение. Вот, сегодня мы с утра об этом говорили, комментируем. Вот, австралиец ждет тоже самое, абсолютно ждем данных, которые будут у нас, ну, я думаю, что либо в конце этой недели, либо на следующей неделе данные по торговому балансу, и тоже, конечно, ждем снижение, что будет говорить о том, что все-таки, да, как минимум, как минимум те же экспортеры, да, будут уже стремиться к снижению курса, оптимизировать курс валюты, да, по отношению к валютам-партнерам, к доллару в том числе. Вот, что приведет, конечно же, коррекции к развороту, и что касаемо тех же продаж, продажи у нас с вами будут рассматриваться после пробития важной зоны, теперь уже поддержки, это зона 0.7827, и отсюда уже мы после закрепления ниже данной границы будем рассматривать продажи с ближайшими зонами, это, собственно, 0.77, важная поддержка, также следующее, если мы эту поддержку проходим успешно, да, то дальше уже возвращаемся к нашему многолетнему боковику, да, формации, и ждем дальнейших снижений, собственно, более глубокому движению вниз, собственно, и смены, смены уже такой вот тенденции. Далее, новозеландец, здесь мы видим абсолютно тоже флетовые движения пока, да, то есть рынок в ожидании, определенные события, в том числе завтра, важные статистические данные, которые уже, ну, смогут вот эту вот такую зону, да, неопределенности, зоны борьбы, все-таки переключить, там, ну, как минимум краткосрочно, да, в пользу тех или иных участников рынка, да, то есть покупателей, продавцов, да, ну, скорее это будут продавцы, да, то есть ждем завтра на новостях снижения, собственно, 7374, важная зона поддержки, возможен ретест к данной границе, и что касаемо тех же продаж, да, которые, возможно, у нас продажи будут только после пробития вот этой вот важной зоны, 7374, в этом случае мы уже будем рассматривать, активно рассматривать продажи, закупления ниже, да, и цель у нас здесь ближайшие 73.35 для краткосрочников 72.92, пожалуйста, то есть будем ждать достижения, вот самое главное сейчас пока мы мониторим ситуацию, ждем, когда у нас закончится флэт, да, неопределенная ситуация, закончится борьба. Так, вы применяете фибоначчи, но активно нет, на практике я не применяю, в своей, собственно, стратегии я не применяю фибоначчи, да, то есть не основываюсь, в общем-то, да, как бывает там, некоторые, только там на фибоначчи. Фибоначчи у меня как просто подтверждение служит, да, подтверждение там тех же моих зон, которые я, собственно, рассматриваю, да, оцениваю и устраиваю на графике, вот и все. Так, значит, по новозеландцу, думаю, ситуация понятна, в любом случае ждем, мониторим, что касаемо золота, видим, что золото у нас потихоньку выходит из такого нашего с вами коридора, да, мы обозначили его специально зеленым цветом. Диапазон, диапазон, где мы ждем, откуда мы ждем разворота, да, и формирование очередного среднесрочного максимума. Вот сегодня, ну, скажем, мы сделали хороший шаг вперед, да, к формированию данного максимума, посмотрим. И, конечно, выводы мы уже будем делать, ну, завтра, завтра уже после того же заседания, конечно же, итогов заседания. И уже на основании этого, конечно, продажи, которые мы уже ждем, да, то есть мы рассматриваем только продажи, потому что, если смотреть только даже, ну, скажем, мы не будем обращать там на фундаментальный фон, только техническая картина нам говорит о том, что, во-первых, у нас произошло важное событие, да, произошло у нас замедление роста среднесрочного тренда, восходящего, да, в этом году, который был сформирован с начала года, замедление, и после замедления мы должны сейчас наблюдать смену, полную смену тренда, и, главное, то есть смена тренда, это означает о том, что полностью меняется ситуация, да, меняются приоритеты у крупных участников инвесторов, да, и смена настроений, самое главное, да, то есть идет больше тяга к рискам, вот, в этом случае. Поэтому будем наблюдать, конечно, резкого такого движения, разворота, собственно, мы с вами ранее об этом говорили, ждать, ну, не нужно, в принципе, да, потому что сейчас пока ситуация складывается, да, все очень постепенное развитие, и в связи с тем, что есть определенные слабости, да, и самое главное, факторы, которые все-таки заставляют больше участников держать свои активы в целости и сохранности, да, это, собственно, Америка со своими администрациями, да, там, со своими причудами, можно так сказать, да, и, собственно, макроэкономические факторы, экономика в целом, да, которая все-таки заставляет призадуматься, а стоит ли, да, рисковать. Пока, в общем, в целом, многие, конечно, хеджируют свои риски, поэтому пока сейчас мы видим, да, если говорить краткосрочно, краткосрочно у нас золото, там, сегодня в том числе, да, показывает снижение, ну, и, конечно, ждем закрепление. Закрепление ниже границы 1252-49, об этом мы с вами говорили неоднократно, и сейчас то же самое мы говорим, я подтверждаю, поэтому ждем, и после закрепления, собственно, ниже данной пробития зоны 1252-50 можно рассматривать продажи. Продажи краткосрочно с ближайшими целями, конечно же, 1244-16, с конечной зоной целью 1237-07, ну, и активные продажи уже, уверенные продажи, да, с закрытыми глазами у нас последуют после пробития зоны 1237-07, вот отсюда мы уже спокойно открываем продажи, сразу же ближайшая цель краткосрочников 1225-25, который мы, там, с большой долей вероятности, да, там, 99,9% после пробития зоны 1237-07 мы достигнем. Далее 1216-93, ну, и среднесрочники как минимум сразу же поставят себе цель 1203 взять обязательно. Взять обязательно, ну, и обновление предыдущего среднесрочного минимума мы уже будем наблюдать в дальнейшем, да, что уже по факту нам будет говорить о том, что произошла смена тренда, фактически, мы уже будем говорить. Сейчас, пока мы с вами потенциально рассматриваем, да, смену, то есть, фактически, пока мы не утверждаем, не говорим, может быть, да, то уже по факту, конечно же, на графике, да, когда будет обновлен вот этот вот минимум, мы уже будем говорить о том, что, да, смена тренда произошла, смена настроений, потенциала и так далее. Вот такой момент. Так, поэтому пока, я думаю, золотом разобрались, все понятно, ждем, мониторим. Ну, и последний инструмент на сегодня, это, собственно, пара доллар-рубль, куда же без нее. Но видим, что сегодня все-таки, да, идут попытки пробития, зона 60 важная, зона сопротивления, но пока все про ложные такие проколы идут, безуспешные, скажем так. Пока это все безуспешно, мы с вами, конечно же, ждем. Покупки актуальны, да, у нас как раз-таки вчера очень хороший был день с точки зрения роста, да, пары укрепления американца, ну и ждем пробития зоны 60 для того, чтобы опять приступить к покупкам. Здесь мы уже цели для себя установили, первоначальная цель у нас 60, 64 и конечная зона это 61 ровно. Так, поэтому уже, уже дальше, дальше смотрим. Так, вижу у нас тут вопрос, когда можно зайти по золоту сегодня или завтра после ФРС. Ну, смотрите, опять же, как я с утра говорил с точки зрения там, ну, влияния комментариев, да, то есть особо там ждать ничего нового не придется, вот, влияния, да, сильного какого-то там ожиданий, скорее всего, так же не будет, да, соответственно, больше обращаем внимание на именно текущую ситуацию и ждем выполнения условий. Как только условия выполнятся, можно рассматривать краткосрочные продажи, да, то есть будет актуальны для рассмотрения, именно краткосрочные, с ближайшими зонами и целями. Вот и все. Так, ну что, в принципе, все рассмотрели, значит, завтра мы в 8.45 встречаемся с вами, посмотрим, как у нас Америка, в общем-то, повлияла на наши инструменты, посмотрим, может быть, как раз-таки по золоту уже условия выполнятся, да, и по остальным инструментам, которым мы мониторим ситуацию, тоже будем смотреть. Вот, на сегодня у меня все, всем хочу пожелать еще раз хорошего настроения и удачи, и завтра встретимся. Всем спасибо, до скорой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Тorzok